иди авария что-то сто процентов авария и прям как чувствовала ли давай пойдем пораньше мы видим опять к доктору глазному ну вот значит говоря вдруг по дороге авария гололюджи вот пожалуйста это только не очень хорошая дорога именно на этом месте нам встретилась иди раз вот чуть дальше где тут три камен туда вот туда фура там была машина на крыше один раз сзади уже машина разворачивается они послушали радио у нас вроде время есть до короче послали на какой-то периметр проверить глаза на всякий случай если нет но у ком это хочет вот интересно на речке кольки бросают наши и вот тут вот буквально вот здесь где-то красный надо мы смотрим машина раскрутится как волчок и лежит на крыше сзади нас ехала полиция она становится что случилось она спрашивает не знаю вот они ехали и оказались на крыше там на скорости он его занесло у них обошлось хорошо посмотрю что тут случилось и на скорости занесло вот там короче он оказался на развороте таком молодой парень ехал вот тут да вот тут он где-то прилетел но ехал он нам навстречу при нас развернулся на крыше там что-то смотри выходит с фуры ё-моё вот это да что же это за авария и а кто разворачивался куда назад я даже не знаю куда назад объезжать мы не успеем так вот интересно у турка стоит турецкая машина 130 110 90 70 или это такие разрешенные скорости в турции вот уже едет сигнал канала ага саша саша забрал машина да его увидел по моему он посмотрю как раз но видимо раз едет машина на встречу а значит кто-то диригирует как говорят дирижирует дорогой на верну все-таки стоит это полицейский пока это пропускает по одному в эту сторону потом туда пустят нас но вот здесь вот когда-то был отель и ресторан или бордель не знаю но по-моему был просто отель с рестораном его подпалили выпали на так вот он выглядит ну не только это то было еще когда здесь было 90 до 90 еще не было чехия в этом евросоюзе вот это вот место было несчастно вот когда-то этот объект спалили 90-е были выпали на или как-то а был ресторан 90 были минут пять стоим пошел дождик там чуть серьезная узнавать что там по-моему вот и вот вот так пошла узнать что там так идет обратно что там сейчас увидим турок уже хотела разворачиваться значит обижать сейчас будем разворачивается точно на железной дороге что-то такое придется разворачиваться она тоже будем разворачиваться вы падает же выглядит что это на железной дороге что-то ой блин это надолго надо обещать вот это тоже узнал их едет турок обещает и наверно мы также мы возвращаемся мы не поедем туда там похоже километр не меньше потом узнаем радио что случилось а кошмар и я думала чуть-чуть меня не там и туда за за колеей да дальше но камеоны будут ждать потому что они не объедут через ту личку газовскую также вернуться до газового ехать дальше вот он тоже не знаю что делать он думает что сюда сюда он не проедет это лес там нет проезда так что вернуться ого-го и вот посмотрите за нами сколько было машин так что эти машины которые возвращались это скорее всего тоже как мы не те которые ехали а которые вернулись с той очереди поэтому по одной по одной это мне уже там один тоже сказал чех если бы у меня был бус или малый автомобиль я бы вернулся а вот камеон фура не проедет смотрите что такое у меня начались против к мазни вот еще один развернулся как газовый какие фратишка лазни это газов либо не до вернемся вот тут вот или где короче стоит надо двигаться кроме того что там поезд до лак там были иностранцы впереди ты думаешь я чехами говорила турок какой-то с бельгии вроде как будто или голландии и это и поляк а поляк мне говорит влаг до польска игры какой маг до польска до польска это германия стой с той стороны а пульска 300 километров налево налево да тут трудно фуры будут стоять а вот такие машины все поехали хорошо что мы еще смекнула я вышла я пойду посмотрю это добром не закончится здесь у нас тоже фарма есть вот пожалуйста налево здесь я вот беру курица когда ковид мы сходим только здесь брали домашние яички не будем мы оттачиваться ты поставил не знаю должна быть дорогой туда надо смотреть тогда сейчас навигатором посылать мимо надо было до газлова а с газлова все равно бы ты сюда вернулся все равно на сибирг должна быть дорога правильный дисципли конечно какие красивые проезжаем просто на кратко у тебя поставлю этим людям всем туда нет пешком ходила до хайба здесь не один раз за пешком здесь должна быть дорожка какая-то будет может пока нет и будет дальше сибирг нет а вот как видно отсюда он зеленая гора туда видно это городах нам туда и надо пешком и те сейчас за час бы уже там было но я опоздаю вот это комедия там стоять конечно здесь фуре делать нечего как дисками он проедет две легковые поэтому он уже смотрит вот там по каким местам а здесь где-то должна быть дорога на фруктичку лази тогда вот и не поедем а че нам делать по моему здесь вот точно и уже и скоро отсюда едет это откуда она или скоро за ним да здесь и ходили все сейчас выйдем сейчас выйдем он просто посылал на более такую а там там конец скоро помощь за нами да скоро помощь за нами потому что она там не проедет там чуть серьезная вспомнил эту дорогу тут ходили не переходили просто машина не ездили а пожалуйста вон тут пони фермы раз по-моему машина ездили ездили но больше пешком острых это вот этот там мы просто не доехали повернули да там этот старый замок ездили только не смотри его же вон нас опять на ту дорогу не вывел где авария этим всем людям сто процентов туда и впереди еще одна скорая скорая помощь впереди и за нами по-моему это те же скорые которые где-то тут станция станция в нашем городе это типа такси наподобие развозят больных по домам они где дезлотируются там возле нас а им надо ехать туда не по домам а на всякие службы диализу везут какие-то лесоповалы сумасшедшие лесоповалы идут кому что а тут леску грибов не ждите это не, это холодняк снимает что могу вам сказать места шикарные но вот так вот как в воду смотрела говорю давай поедем пораньше а вдруг какая-нибудь авария я просто знаю как Хэллоуин у нас сосед нормальный парниша парнишка, да, он работает в Германии и возвращался домой на машине, спешил работал в Германии каждый день домой и ровно за день до 1 ноября он влетает в дерево а мы собрались в город что-то купить короче мы собирались в город, смотрим все у нас вертолет в селе, скорая, полиция в дерево врезался и перелетел через крышу оказался в боли, но он живой почти год был по больницам черепу там транспортировали, но короче говоря на колечке не в порядке пошкожен мозг, то есть испорчен мозг травма бедные родители, единственный ребенок, единственный сын, взрослый, жениться собирался вот так, здесь тоже шла крапить походили пешком все, теперь только с ним на инвалидном кресле знаешь, это был, да? да, да вы здесь ездили? если бы были, ну, гляд там вот этот рыбник можно рыбку ловить как-то документик надо, да? зеркал вот так вот, ну там не один мы там ходили по этим рыбникам и в снег были здесь, и хорошую погоду здесь слева еще один ну, как же эта машина разъехаться? никак не проедет хура если она здесь окажется здесь надо опять кого-то, тележора брать который это разберет эти машины нет, если бы на камеру это не проедешь я думаю, что там и запрет стоит таким крупным он мне говорит я из Польши а говорит а поезд на Польшу я говорю какую Польшу? он говорит я бы сейчас сел на влаг и поехал до Польска я говорю вот видите вот такой разъезд он говорит какая Польша? я так говорю с одной Германии в другую через Чехию едут поезда ну и Чехия в нем едут с городка до поселка какого-то аааа это говорит на правую Германию Бавария на левой Саксонии я говорю да, я говорю посмотри на карту а он я чешский не знаю но вы он со мной на Польском с ним по-чешски и разумели да 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 а дурак не фуфу чуть-чуть английский короче одни иностранцы оказались на дороге вот так ну вам скажу хорошо что еще вот эти есть просеночные а он видит у вас бусик но бусика вы проедете и тут впереди дурак на бусике быстро развернулся да да только он по-моему заблудился нету его надо было ему за нами ехать а не за нами ли он едет он там едет какой-то я ему тоже сказала едь куда и мы потому что нам в сторону Хэба нам туда ты сказал да да ну не знает он сильно дороги ну на пусть и проедет понимаешь а тот поляк на форе еще впереди тоже ну по-чешски говорят камен да по-английски по-английски он там остановился потому что пропускал нас наверное чтобы ехать за нами может быть может он там старым местом чтобы за нами ехать короче вот такие дела вот это приключения Сергей говорит зачем будешь снимать дорогу люди ее не любят снимать смотри а вот тогда дорожка пошла еще уже вон там зеленая гора вот зеленая гора уголь провелся угол провелся да а запрещено углем топить да что человек будет делать а это что выцепь псу тренирует песики а ты знаешь где мы где-то в каморной гурке да ветряная гурка да мы уже в франциско-лазне каморная гурка здесь вот есть вулкан вот который объявил между прочим Гёте это называется каморная гурка здесь даже смеются где не был Гёте да вот здесь Гёте не было а здесь ветряная гурка а каморная гурка такой бывший вулкан здесь еще и железная гурка то уже не объявлял вот это где-то ну то в Хэба а вот в Расске-лазне каморне ну и СОС где гейзеры там в среднем старт так что мы объехали объехали главное теперь теперь чтоб дальше дорога не была закрыта не-не-не мы уже проехали железную дорогу кошмар ты знаешь прямо у железной дороги и полиция мигалки это где-то там авария на том дюрном перекрестке там очень нехороший перекресток и и и и